Шейная трансформинальная стероидная инъекция является эффективным нехирургическим методом лечения болевого синдрома в шейном отделе позвоночника, который может иррадиировать в плечи и руки. Шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков. Диски, находящиеся между позвонками, допускают хороший объем движения. Отверстия, находящиеся в каждом позвонке, совокупно формируют спинномозговой канал. Костные структуры спинномозгового канала выполняют защитную функцию для спинного мозга, который содержится в нем. Спинной мозг окружен эпидуральным пространством. Спинномозговой корешок отходит от спинного мозга на уровне каждого позвонка и выходит из спинномозгового канала через форминальное отверстие. Формирует нервы, которые идут к голове, шее, плечам, предплечиям и кистям, а также к диафрагме – главной дыхательной мышце. Нервы транспортируют сигналы от всех участков верхних конечностей в головной мозг. Шейная трансформинальная инъекция используется для лечения болевого синдрома, вызванного сдавлением нерва в области шеи. Сдавление нерва может быть вызвано грыжами или протрузиями межпозвонковых дисков, артрозными изменениями межпозвонковых суставов. Такие сдавления вызывают ирадиирующую боль, которая называется радикулопатией. Другой причиной болевого синдрома в шейном отделе позвоночника может быть шейный стеноз, который может сдавливать спиной мозг и спинномозговые нервы. Шейная трансформинальная стероидная инъекция – нехирургический метод лечения, который используется для борьбы с такой болью. Данная амбулаторная процедура может быть выполнена как в манипуляционной, так и в операционной. Для начала вы принимаете необходимую позицию, сидя или лёжа. Область шеи дезинфицируется, проводится укол анестетика. Для уточнения положения иглы используется рентген или компьютерный томограф. Контраст вводится для точного контроля положения иглы. После в участок поражённого нерва вводится раствор стероида. После этого игла удаляется. Введенные медикаменты устраняют воспаление, отёк и боль. После процедуры, перед тем как вы отправитесь домой, необходимо несколько минут отдохнуть. После процедуры лучше не пользоваться личным транспортом. Даже одна инъекция может полностью убрать болевой синдром на длительное время. Однако, может также понадобиться несколько инъекций.